Во-первых, хайп, само по себе слово, это вопрос нашего субъективного отношения к определенной теме. Во-вторых, хайп — это личный выбор каждого читателя, это личный выбор каждой редакции. В-третьих, хайп существует часто, помимо воли редакции, да, то есть он может... Хайп — это может быть то, чем сопровождается определенная публикация, но это не было задачей редакции. Вось, подтремливающие указания Марины, я хочу сказать, что, ну, соправды, суперечности певной нема, покольки в певном сенсе, особливо в сегодняшних умовах, якостная журналистика и то, что мы называем ранее неведомым нам словом хайп, англомовным, она может сполучаться в якости, ну, приклада, то, что свеженькая, то, что зараз сильно обмерковывается, да, это знакомитая гэта видеозапись, большуховая запись, но видеозапись, сделанная про то, как заганяюсь в БВСМ, это сделанная радио Свобода, и я думала то, что редкий выпадок, предоповедаем на это двум критериям. Зараз треба гоняться за гэтым читачем, ранее он гонялся, там, включал радио Свобода, про хвали, где-нибудь у ванны, как бы не слухали инширродные, там, и слухал гэтые антисоветские хвали, типа там уже в конце 80-х куплял эти газеты перебудовочные, и он человек терпнулся за информацией. Зараз выбор информации великий, и все стратегично изменилось, оно не веду, а поршние, там, 10-15, может, годов, тем больше, что смазнилось все с увидеть социальными сетками. Теперь, на отворот, сами журналисты спробуют встучить в эту информацию с пожилцу. Наша задача — это вытернуть читача на дискуссию, на диалог, на размогу с нами, и чем больше это ярко, тем больше мы отчуваем, что мы робим все правильно. Для нас хайп — это что-то довольно штучное, так как мы не робим ничего специально в каком-то смысле, мы не придумляем ничего, что мы выносим из головок, да, так как мы не створаем штучно некие ситуации. В современном свете после реалити-шоу, когда они удивились, ну, где там на западе, в нулевых, это Big Brother в Голландии, потом в России, удивилась такая новая популярность, как бы популярность, ну, звичайного человека. В стране была популярность, неважно, там, может быть, скандальная, а ли неких, там, письменников, спивачек, спиваков, людей, политика, например, какие нечто зарабили, какие нечем мают некий статус. И вот журналисты по-разному, одни больше померкованы с хайпом, другие без хайпа, у этих людей, скажем так, они их осветляли, брали интервью, их особистая жизнь, то есть, там, более желтая пресса, меньше, но это были люди, которые, ну, нечем вылучились из рода инших людей. Теперь пришла, вот, в связи с социальными сетками и, перш за все, вот, реалити-шоу, коли памятники эти перши за стеклом российское, пятерых за всем, ну, скажем, ничем не отметных людей посадили за школу и сочили за ними. Самая популярная была передача в истории российского «Толебачени». Мы пришли на туалет Беларуси и сфоткали прически от их героев, которые там были заняты. И нас, так само, верно, многие двиновачивали, что мы робим неэтичные речи, что мы хайпим и так далее. Но для нас это было, ну, как бы, просто. Мы пришли, мы убачили образ, мы этот образ показали. Кожна интерпретует его так, как хочет. Кожна отремливается, что супольность сама стварает хайп там, где она его хочет створить. Но хайп робим не мы, мы робим просто свою працу, и, калли мы робим не якостно, хайп стварается автоматично. Мы бы определенно этого не сделали, именно по соображениям этичности, потому что в нашей стране довольно много женщин с такими прическами, у нас есть, например, возможность использовать разные заголовки для ротации, да, но при этом ты должен понимать, что, ну, и тот заголовок, который более выигрышный, как показывает там в течение часа аналитика, большей популярностью пользуется у читателя, тот заголовок и остается в итоге. Но тут важно, чтобы ты не перешел грань, когда у тебя, ты привлекаешь человека заголовком, ну, собственно, там, занимаешься кликбейтом, и, там, читатель или комментатор фокусируется исключительно на заголовке. Пытание, которое я все же перед собой ставлю, тем, может быть, якостная журналистка популярная. И в этом месте я перехожу до комплимента на адрес тутбая, они, по-моему, в нашем белорусском, мне, скажем, просторе отказа на это пытание. В том смысле, что якостная журналистка может быть популярной, и в этом смысле я как раз наибольший момент тутбая, при том, что я не маю ничего супер из политики нашей Нилы, где все-таки, как правильно Калистиан Андрей Данько сказал, мне хочется, как белорусская, белорусская мова катилась таким нарастальным катком. И для этого не то, что там все сроки добрые, а для этого можно и брать такие, абсолютно ничего не маю супер, больше таки желтый подход, при том, что застаются шмат серьезных темов, всяко-якостных темов, и они получаются с одними больших желтых. Тутбай задает планку всю журналистки Беларуси, и, как бы, респект за это, и не верно сейчас, потому что у нас в Украине есть такой веды, якой они дозволяют, как бы, штурхают все другие СМИ и царгнят за собой, и задают некую планку, стандарты.